Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Это Samsung Galaxy S10e. По нынешним меркам экран у него небольшой, 5,8 дюймов. Но Samsung поступили мудро, что не стали его как-то урезать, потому что есть обычный Galaxy S10, есть Galaxy S10 Plus. Да, здесь функции несколько меньше и батарейка меньше значительно, но самое главное, что здесь почти то же самое, что и в старших братьях. Например, тот же самый процессор, который без проблем тягает такую игру, как PUBG Mobile. Тот же самый стереозвук, та же влага и пылезащита, его можно окунать под воду. И, конечно, никуда не делся слот. Обо всем подробно в этом обзоре, что понравилось, что не понравилось. Мне самому действительно было очень интересно тестировать этот телефон. Хотелось найти какие-то не изъяны, а то, чем же он отличается от своих более старших собратьев. И что-то я нашел. Поэтому приятного просмотра. Начинаем. Кстати, можно купить этот Samsung Galaxy S10e и хорошо сэкономить, вернуть часть денег обратно. Можно совершать покупки проще, благодаря удобному мобильному приложению SmartySale, которое можно скачать как на Android, так и на iOS. В SmartySale уже есть более 1100 разных магазинов. И SmartySale представляет выгодные комиссии до 50%. Конечно, есть круглосуточная поддержка, которая всегда поможет с заказом. Комплекта у меня, к сожалению, нет. Телефон я получил на тестирование только с таким достаточно красивым и, на мой взгляд, не то, что достаточно, а офигенным по качеству бампером. И если вы пользуетесь Galaxy S10 любым, то очень рекомендую посмотреть вот на такие вещи. Потому что телефон не то, чтобы сильно скользкий, но он стеклянный, с металлической рамой. И, конечно, в некоторых ситуациях нужна большая крепкость, чтобы его не уронить. Мне очень импонирует этот чехол. Я прям вот с удовольствием бы на любом телефоне таким пользовался. Но откладываем его в сторону. Насмотрелись красиво и удачно в этом году. В отличие от более старших собратьев, здесь у нас нет оптического зума, камер поменьше и фронтальная камера, отверстие под нее также есть. Конечно, это уже не первый раз, говорю, лучше, чем огромный вырез вот этот посередине экрана, но его особо не замечаешь. Интерфейс писался под него. И когда запускаем какое-то приложение или игру, например, то по умолчанию здесь просто полосочка также аккуратно обрезана. То есть просто черная становится и не видишь его. Конечно, при желании можно растянуть экран на весь. Это делается вот проще всего сделать в списке последних приложений. Но получается коряво. Тогда этот вырезок все-таки он большой бросается в глаза. Про него и лучше не трогать, остается все как есть. В интерфейсе не мешает. При играх, например, просто скрывается и все. Сам телефон стеклянный, Gorilla Glass 5, переднее стекло. Конечно же, рама у него металлическая. Модуль камер выглядит теперь немножко по-другому, в отличие от прошлого года. И, на мой взгляд, смотрится все неплохо. Телефон выпускается в разных достаточно красивых цветах. Я даже боюсь представить, какой цвет у меня серебристо-голубой или синий. Сложно сказать. Но выглядит красиво, на мой взгляд. Сканер отпечатков на боку. Неожиданно. Не как в старших братьях, прямо в экране, в AMOLED-экранах, а сбоку. Работает без нареканий. Я многократно его проверял, пытался опять же, думаю, ну вдруг хоть раз не сработает. Нет, сработал совершенно без проблем. Сверху у нас слот, дополнительный микрофон. С нижней стороны у нас один динамик. Есть и второй динамик. Стереоэффект здесь есть. И второй динамик играет достаточно громко. Это важно. Есть также разъем для наушников. Уже вот мало кто делает. Samsung молодцы. Я хочу, чтобы у меня был выбор. И проводные, и беспроводные наушники. Никому хуже от этого разъема не будет. И, конечно, разъем USB Type-C. Как и в старших братьях, есть не только беспроводная зарядка, но и есть возможность с этого телефона зарядить другой телефон. Обратная зарядка называется. Она, пункт спрятан в меню. Мы нажимаем обратную зарядку и подносим сюда, например, беспроводные наушники, либо другое устройство и заряжаем. Прикольная фишка. Удобная. По самому телефону я не собираюсь пичкать вас всей этой информацией. Вы наверняка уже смотрели и мой обзор. Возможно, множество других обзоров. Читали. Все про него, я думаю, все уже знают. Обзор снимается в апреле 2019 года. Особо отмечу. Здесь Exynos. Да, конечно, есть для китайского и американского рынка Snapdragon. И, конечно, Snapdragon мне самому нравится больше. Но Exynos довели до совершенства почти. Почему так говорю? Потому что тяжелые игры типа PUBG Mobile совершенно без проблем и без лагов идут на максимальных настройках. World of Tank, например. Он теперь четко дает 60 FPS вне зависимости от нагрузки. Телефон, к тому же, не греется. Я не замечал нагрузки, когда играл в тот же PUBG Mobile. И по интерфейсу они очень сильно изменили интерфейс. Я делал даже отдельный обзор оболочку Samsung. Чтобы не тратить час и время, посмотрите этот обзор. Под видео найдете ссылку про оболочку, про интерфейс Samsung. Там все подробно расскажу. Батарейка 3100 мА. Конечно, это немного, разумеется, по нынешним меркам. 5,8 дюймов Full HD Plus разрешение. Сочный, очень яркий AMOLED дисплей. Разумеется, есть настройка цветовой температуры. Настроить его под себя можете, как вам удобно. Ну, по моим ощущениям, день-то он точно проживает. Чудес никаких нет. Конечно, батареечку я бы сюда поставил больше. Хотя бы на 30, хотя бы 3500. Ну, что есть, то есть. В любом случае, сейчас 2019 год. И производители очень много времени уделяют. Все производители оптимизации, чтобы телефоны работали дольше. Поэтому сказать, что он работает мало, я не могу. Работает нормально. До вечера его, мне по крайней мере, хватает. По качеству камер я сравнивал напрямую. У меня и 10 Plus был, и обычная десятка. Я не скажу, что он как-то сильно уступает. Есть широкоугольная съемка. Это очень полезная функция. Мне она очень сильно нравится. Потому что теперь эффекта рыбьего глаза нет. По краям сильно не искажается. Может быть, если попридираться. У меня есть примеры из Plus, из десятки. Я ссылки все оставлю под видео. Посмотрите. Может быть, разницу какую-то найдете. Мне не очень понравилось, как он фотографирует в темное время суток селфи-камера. Она здесь 10 мегапикселей. Но это придирки в темное время. Все-таки это флагман. И ждем от него во всем идеала. А в остальном он также, как и старшие братья свои, умеет писать в 4К. В максимальном разрешении. Притом 60 FPS. Очень круто получается. Опять же, вы с оригиналами можете ознакомиться по ссылке под видео. В принципе, это, наверное, все. Телефон по нынешним меркам небольшой. Ну, кто-то улыбнется. Рамки у него, правда, большоваты. У старших братьев рамочки сверху, снизу и особенно сбоку меньше, чем здесь. Подводим итоги. В телефоне есть все. Стерео. Разъем для наушников. Модуль NFC, разумеется. Там все новейшие версии. Там Bluetooth 5. Все, что должно быть по флагмане, здесь есть. Конечно, и беспроводная зарядка. И быстрая беспроводная зарядка. И быстрая проводная зарядка. И возможность поделиться энергией с другим устройством. И сочный, яркий Full HD+. Особо отмечу разрешение дисплея. Это хорошо, что не QHD не высокая, а то, что нужно для 5,8 дюймов. Батарейку, возможно, чуть побольше бы хотелось. Ну, еще раз скажу, мне хватает. Не замечал какого-то разряда к обеду. По крайней мере, за то время, что он у меня. В наушниках звучит очень даже неплохо. Но это сейчас, по-моему, уже все телефоны звучат давно неплохо. Особенно флагманы. Что еще? Итоги. Минусы? Даже не знаю. Рамки бы хотелось, наверное, поменьше. И батарейку побольше. Все, вот что могу про эту модель сказать. В остальном, зачет. Как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Если понравилось то, что я делаю, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Но лайк, конечно, лучше. Подписывайтесь на канал. Всегда много интересного.